Ситуация под Авдеевкой остается напряженной только за сегодняшний день. В штабе АТО уже зафиксировали более 20 обстрелов позиций украинских военных. Два бойца получили ранения. На этом направлении боевики активно применяют крупнокалиберные минометы и даже танки. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Это бывший дачный поселок в пригороде Авдеевки. Еще зимой тут были позиции пророссийских наемников. Теперь эта территория под контролем наших военных. Хотя некоторые участки все еще приходится преодолевать перебежками. Виталий очень осторожно пытается показать нам ту самую есиноватскую развязку, за которую еще две недели назад шли ожесточенные бои. Но выдвинуться за бруствер наемники просто не дают. Они почти весь час где-то 25-30 минут растяженностью близо позиции кидают. Очень часто у нас поранены как раз через 18-й. Заявленное перемирие наши военные под Авдеевкой так и не почувствовали. Едва ли не каждый день на позициях есть раненые. Поэтому бойцы, используя каждую минуту затишья, пытаются глубже зарыться в землю. Это единственный шанс выжить во время вражеского артобстрела. Часа в четыре вечера выехали два танки. И получается весь боекомплект выпустил по соседней позиции. Еще год назад Иван был пресс-офицером 72-й Белоцерковской бригады. Но в бой за пригород Авдеевки вступил уже как заместитель командира батальона. Офицер говорит, после такого формального перемирия можно ожидать только эскалации. Я думаю, что с закінчением тиши, можно так сказать, после Пасхи, тут все начнется с новой силой разгореться. И они будут стараться тут максимально нас подвинуть назад. А вот в самой Авдеевке сегодня высадился зубной десант. Три мобильных стоматологических кабинета приехали из столицы. Пока медики разворачивают оборудование, бойцы выстраиваются в очередь. Военным оказывают все стоматологические услуги. От обычной помбы до протезирования. И все это бесплатно. Не хватит. Таких стоматологов не страшно. Это только по началу. Да. Стоматолог Салим уже в третий раз приезжает на линию фронта. Украина для врача-оливанца стала второй родиной, поэтому оставаться в стороне не смог. Уже завтра мобильная стоматология отправится на передовую. В Марьинку. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Владимир Малахов. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Продолжение следует.